Сегодня в Пермь прибыли министр финансов России Антон Силуанов, министр экономики Максим Орешкин, полпредпрезидента Игорь Комаров и 10 глав регионов. Делегация познакомилась с инновационными пермскими технологиями, а прямо сейчас идет совещание на тему малого предпринимательства и поддержки занятости. Здравствуйте, это новости верхниками в студии Андрей Фадеев. И вот главные темы выпуска. Очень неприятно, пух, как спасались от тополиной напасти. Обязательно физиологическим раствором. Спасение утопающих дело рук в освод. На каких пляжах уже дежурят спасатели. То есть следим по полной. Рома повар, что ж такого? Наш юный корреспондент на один день попал на профессиональную кухню. Начнем выпуск с дорожного происшествия. Сегодня утром газель врезалась в кроссовер Ниссан. Пострадали водители на марке и два ребенка пассажира. Авария произошла на трассе Кунгур-Соликамск. Авария случилась в 9 утра в районе перекрестка проспекта Лениной трассы Кунгур-Соликамск. Водитель газели начал поворачивать налево и не пропустил Ниссан Кашкай, водитель которого ехал во встречном направлении. В результате аварии пострадали 38-летний водитель на марке и два его малолетних пассажира. Все они доставлены в больницу. Тополинный пух, жара июль. Буквально за один день березники утонули в белых сугробах. Сегодня, к счастью, прошел дождь и горожане вздохнули с облегчением. Но, возможно, скоро березники накроют новая волна этой напасти, ведь тополя продолжают цвести. Сергей Коленик расскажет, как спасаться, когда дышать из-за пуха невозможно. Как спастись, когда в лицо то и дело прилетают белые хлопья пуха. Ведь он сильный раздражитель и в первую очередь создает проблемы аллергикам. Почувствовали внезапный насморк, зуд глаз или носа, першение в горле, из глаз пошли слезы, вы постоянно чихаете. Это первые признаки аллергии, которая может привести к бронхиальной астме. Врачи советуют немедленно начать прием лекарств и обратиться к аллергологу. Промывать полость носа обязательно физиологическим раствором. Ну, личную гигиену, конечно, соблюдать, влажную уборку дома делать, белье не развешивать на балконе не обязательно. Если вы ездите в машине, это закрывать окна и частое проветривание своего помещения. Ну, а если на время тополиного пуха выпадает отпуск, то лучше вообще сменить климат. Бьют тревогу по поводу пуха не только аллергики, но и пожарные. Белые облака вспыхивают в разы быстрее спички и ежегодно становятся причиной серьезных пожаров. Девятый отдел надзорной деятельности обращает особое внимание на повышенную пожарную опасность тополиного пуха и рекомендует управляющим компаниям и всем коммунальным службам организовать ежедневную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, дорог и других мест скопления этого природно сгораемого материала. А родителям пресекать всяческие игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха. Кстати, если пожар случился по вине ребенка, то штрафов и возмещение ущерба не избежать именно родителям. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнеками. Лето – время отдыха и, конечно, купаний, поэтому спасатели Березняковского. Восвод в деле. Они уже вовсю патрулируют на местных водоемах. О том, где купаться безопасно, расскажет Анастасия Гордеева. Лето – сезон пляжного отдыха. И пусть погода особо не балует березняковцев, но когда выдается солнечный денек, наверняка многие выезжают к ближайшим водоемам. Поэтому в целях безопасности в городе работает Всероссийское общество спасения на водах. Проще говоря, Восвод. Организация занимается обеспечением безопасности в местах массового отдыха, профилактикой, профилактическими беседами с населением, с отдыхающими, ну и оказанием помощи, первой помощи. Восвод – это семь постов, оснащенных лодками, спасательными кругами, веревками, аптечками и легким водолазным оборудованием. Расположены посты на Первом пруду, на судоходном канале в районе Речпорта, два – на Чашкинских заливах, также в поселке Пыскар. Ну а наша съемочная группа побывала в Огурдинском бару и в поселке Орел. Ну, в этом месте наибольшее скопление людей всегда в летний период времени, хотя здесь и мелководье, да, но самое такое – это то, что здесь очень много детей, и люди маленечко, так сказать, расхолаживаются и, соответственно, не всегда обращают внимание на своих же чат. Рабочий день спасателя начинается в 12 дня и заканчивается в 9 вечера. Марк Форрот признается – работа ответственная, требует внимательности. Да, я волнуюсь, бывают дети, бывают приезжают пьяные. Надо за всеми следить, чтобы они не совершали всяких глупостей. Кстати, о глупостях. Отдыхающие также не заботятся о чистоте природы, оставляя после себя мусор, в том числе стекла. Много очень на пляжах мусора, и с порезами чаще обращаются, чем вот утопающие. Ничего не остается, кроме того, как ходить, убирать стекла с пляжа. Вот, то есть следим по полной. Восвод этим летом сделает все, чтобы предотвратить несчастные случаи и сделать ваш отдых безопасным. Но и вы, уважаемые березняковцы, не забывайте о правилах поведения на водах, и тогда все точно будет в порядке. В этом уверены Анастасия Гордеева и Сергей Коленик. Новости Верхникамья. Открыть к концу июля. Администрация поставила задачу перед подрядчиком ускориться с ремонтом улицы Пятилетки. Напомним, сроки сдачи вышли еще в понедельник. На сегодня выполнено устройство сетей наружного освещения с новыми светильниками и опорами. Смонтирована новая контактная троллейбусная сеть. Установлен новый светофор на перекрестке Пятилетки-Ленина. Также выполнено устройство ливневой канализации. Но вот дорогу должны были открыть еще 1 июля. Сроки сдвинули на месяц. Далее цитата. Перед подрядчиком поставлена задача открыть проезжую часть и завершить устройство пешеходного тротуара к концу июля. Отставание от графика две недели. Причина – неблагоприятные погодные условия. Штрафные санкции будут применены в соответствии с условиями муниципального контракта. Конец цитаты. А вот пресс-тур перенесли на следующую неделю. Там представители администрации и подрядчики расскажут о ремонтах всех дорог в городе, включая улицу Пятилетки. Об этом мы еще сделаем подробный репортаж. Через сколько лет Прикамье перейдет на раздельный сбор мусора и куда чаще всего летают жители края? Подробности в рубрике «Новости коротко». Прикамье к 2028 году полностью перейдет на раздельный сбор мусора. А согласно региональной программе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2024 году сортировать мусор будут почти 70% жителей, сообщают в Министерстве ЖКХ. Губернатор Максим Решетников заявил, что надо перестраивать экономику и переходить к новым проектам полигонов. Сейчас в Пермском крае сбором и утилизацией раздельных фракций отходов, таких как пластик, стекло, бумага, резина, бытовая техника, занимаются частной организацией. Напомним, с 1 января 2019 года обращение с отходами стало полноценной коммунальной услугой. Полученные от населения средства направляются именно на вывоз мусора и повышение качества услуги. Пермский аэропорт увеличил пассажиропоток. За первый месяц лета он вырос на 8%. На положительные результаты июня повлияла высокая загрузка чартерных рейсов в Турцию, Тунис и Кипр, а также высокий интерес пассажиров к российским курортам Сочи, Симферополь и Анапа. Лидером же среди международных направлений стала Анталия. Почти 16 тысяч пассажиров за июнь. Отметим, в аэропорту Большое Савино на данный момент открыто более 30 направлений, 7 из которых международные. Улететь прямым рейсом из Перми можно в Турцию, Тунис, Болгарию, Грецию и Кипр. Но родителям будущих первоклашек сейчас не до отпусков. Березняковское управление образования напоминает, с июля начался прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории. Заявления будут приниматься до 5 сентября, но нужно поторопиться, ведь мест может и не быть. Кстати, наличие свободных мест можно посмотреть на сайтах Березняковских школ. Новости коротко подготовил Сергей Каленик. Сообщение из лагеря «Дружба». Туда накануне прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. На главной площади немедленно построили всех детей. Для чего полицейские взяли бронежилеты и автоматы, а спасатели бензопилы и гидравлические ножницы, расскажет Сергей Калиник. Для детей это настоящий праздник. Они ни разу не видели столько обмундирования вживую, а не на картинке. Автомат, пистолет, естественно разряженные, каска, бронежилет, жезл, да чего тут только нет. Даже прибор для проверки на состояние опьянения. Каждый мог дунуть в трубочку, примерить бронежилет или испытать наручники. Но в это время инспектор ГИБДД рассказывал предназначение предметов. Если массовые беспорядки, защитить голову сотрудника, если прилетит кирпич, камень, тубинка. Ну и как же без главного? Без патрульной машины. Дети вдоволь накричались в громкоговоритель. А на соседней площадке спасатели рассказывали о том, какое оборудование помогает им вызволять пострадавших из беды. Дальше есть пензорез. Похож на болгарку, только очень большой. Дернул, завел, очень громко шумит, очень сильно искрит и очень сильно дымит. Но штука очень полезная. Ножницы, кусачки, разжимы, огнетушители, огромный перфоратор, полная машина разнообразного инструмента, есть даже шуруповерт. Каждый предмет необходим во время спасения, ведь случаи бывают разные. Есть вот такая штука, называется разжим кусачки. Довольно тяжелая. Она нужна как для перекусывания, еще что-то, или в автомобиле нужно что-то разжать. Подсовываешь, у нее, значит, рот, эти губы открываются, она поднимает. Очень сильно, очень мощно. Все без исключения остались в восторге от выездной экскурсии спасателей и инспекторов ГИБДД. Эх, жаль, что в наше детство такого не было. Мне понравилось, как нас проверяли на пьянство и понравилось, как рассказывали МЧС. Оборудование, это очень интересно, на самом деле. Жалко, что женщин не пускают работать, вот именно помогать людям обидно. А так, мне нравится очень вот эта штука. Ну, тачки, да. Очень интересные инструменты, опасные для детей. Я не понимаю, почему с ними можно играть. У ГАИшников мне понравились мигалки и машины, еще АК-47 и гранатомет. Мне понравился гранатомет, потому что мне дали его поддержать, и он был очень большой. Они разрешают садиться в машину, включают сирену и дают потрогать всякие оружия. Я увидела, наконец, настоящие пистолеты. А у спасителей мне очень понравилось оборудование. Это очень клево. Они нам рассказали очень хорошую информацию, и мне все понравилось. А уже завтра инспекторы ГИБДД и кинологи поедут в лагерь «Сказка», чтобы и другие ребята смогли узнать больше о работе полиции. Сергей Каленик, новости Верхникамья. «Беги, улыбайся, помогай». Под таким девизом завтра пройдет благотворительный забег «Спасибо». Деньги со взносов участников пойдут на оплату операции для многодетной мамы. Место встречи – лыжероллерная трасса в Новожилово. Зарегистрироваться можно завтра с 9 до 10 часов утра. Документы с собой можно не брать. Единственное условие – несовершеннолетние должны быть с мамой или папой, или иметь с собой письменное разрешение от родителей. Также для детей будет организована интересная развлекательная программа. Мы приглашаем всех активных жителей нашего города на благотворительный забег «Спасибо». Ждем всех желающих. В забеге могут принять участие дети от 4 лет, ну и, соответственно, все взрослые. Есть несколько дистанций – 10 километров, 3 километра, 1 и 0,5 километров – это детский забег. Напомним, благотворительный забег проводят для сбора денег на операцию для многодетной мамы. Ей необходима пересадка стволовых клеток. Взрослые делают благотворительный взнос в размере 700 рублей, за детей нужно заплатить 300 рублей. Кстати, все бегуны станут участниками розыгрыша велосипедов, роликов, скейтбордов. Благотворительный забег состоится завтра в 10 часов утра в спорткомплексе Новожилова. На нашем канале продолжается битва молодых журналистов. Напоминаем, одним из заданий было на один день поменять профессию. Постигал азы поварского дела Роман Агишев. Он впервые побывал на профессиональной кухне и даже выведал у шеф-повара авторский рецепт. Смотрим. Ай, да сколько, может, сотый раз уже порезался. Мне вот интересно, как повара на дню приготовляют около 40 порций. А по статистике ежедневно на земле приготовлятся 21 миллиард блюд. А все благодаря кому? Конечно же повара. Мой наставник сегодня шеф-повар ресторана Черногорской кухни Павел Назарев. Мастер кулинарных дел с 10-летним стажем. В Монтенегро рабочий день начинается в 10 утра. Стобок 12 уже всех накормить. Супы кипят, работа кипит. Шашлычки, куриные медальоны, котлетки, стейки на кости. Эх, мой первый опыт куда прозаичнее. Ох уж эти кубики. Профессиональная кухня любит порядок. Дома я привык резать ее соломкой, а тут надо строго кубиком. Мой гуру Павел принимает работу. Да, мне есть куда расти. На кухне царят обалденные ароматы. Так и хочется что-то съесть. Я не знаю, как повара еще держатся. Здесь, к примеру, жарятся стейки. Хватит мечтать, пора работать. Сейчас мне дали задание почистить руку. Мне кажется, сейчас я буду лажать. Кто-то скажет, мужчины не плачут, но только не повара. Ведь говорят, лучше повара мужчины. Они более уравновешены и температура рук у нас на 2 градуса ниже, чем у женщин. В Японии по этой причине женщины не могут готовить суши и десерты. Но Павел Назарев думает иначе. У меня на кухне повара все девушки. Один парень. Я считаю, что нет такого разделения. Бывают, конечно, трудности в физическом плане. Девушка может быть тяжелее. Но такого разделения я не считаю. Кстати, за свою работу я заслужил награду. Мастер-класс от шефа. Фирменный салат. Для этого нам понадобится немного листьев, свежий грибник, фрукты, которые вы любите. Я взял виноград и яблоко. Грецкие орехи. Мягкий сыр. И за травочку сделали агрессиновый сок. Все это режем, смешиваем. Всего 5 минут. Интересно, что же получится из такого интересного сочетания продуктов. Салат очень мягкий, такой сладкий. С кислинкой маленький. Очень необычно. Спасибо Павлу за рецепт. Моей маме точно понравится. В общем, день прошел не зря. Я надеюсь, вас убедил, что повар не такая уж и легкая профессия. Чтобы быть хорошим поваром, надо иметь хорошую память, ум, терпение, фантазию и желание работать. Роман Агишев, Дмитрий Вороношкин, Новая Северниками. А я, пользуясь случаем, хочу поздравить нашу коллегу Анастасию Лакман с важным для нее событием – днем свадьбы. Сегодня, 5 июля, в нашем городе появилась новая семья. Мы желаем Насте и ее супругу Леониду гармонии, понимания и любви длиною в жизнь. Пусть в доме этой красивой пары поселятся уют и спокойствие. Ведь когда за спиной надежный семейный тыл, то и работа ладится быстрее. Так что уже совсем скоро вы вновь увидите Анастасию на своих экранах. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамье». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 26 28 17 и 43 17 11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. Еще больше новостей, а также объявлений с бегущей строки вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Смотрите нас и на канале Верхнекамье ТВ. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и хороших вам выходных.